Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня я собралась сделать первую профилактическую обработку своих томатов в теплице от фитофторы. И сейчас я расскажу вам про средства, которыми я буду обрабатывать, и про его характеристики, как он действует. Но все, даже кто не выращивает томаты, все уже, наверное, знают у нас на слуху, что фитофтороз – это одно из самых опасных грибковых заболеваний томата. Она очень распространена и в открытом грунте, и в теплицах. Поражаются листья, стебли, потом доходят до плодов. Все это распространяется очень быстро, и при сильном развитии болезни урожай получить очень сложно. Низкое качество плодов, они непригодны ни в пищу, даже ни для переработки. Всем известно, что особенно вспышки очень часто бывают фитофторы в конце лета, начало осени, когда уже ночные температуры низкие, влажность воздуха, дожди, туманы – все это провоцирует болезнь. Но бывает, что болезнь начинается очень рано, и уже даже весной, особенно в теплицах, если там мы не проветриваем, вот сейчас у нас очень холодно, мы не проветриваем, там большая влажность, и температура тоже ночью пониженная, и у нас получаются условия как осенние. Так что вполне может быть фитофтора и очень рано, тем более у меня уже там зависть, и вот когда зависти появились, то нужно уже приступать к обработке. Когда у меня спрашивали, когда нужно начинать обрабатывать, я вот сегодня снимала видео и сказала, что обрабатывать нужно начинать уже сейчас, когда мы высадили, и еще раз скажу про то, что многие обрабатывают медь содержащими, я тоже всегда ими обрабатываю в открытом грунте, это и хом, и ордан, все они содержат хом, ордан, хлорокис, меди, они очень эффективные, очень действенные, полмесяца после обработки растение защищено, но тот, кто не хочет применять агрохимию на участке, сейчас вот у нас был известен фитоспорин, сейчас кроме фитоспорина появились еще новые биопрепараты, они не всем известны, но я вот взяла такую новинку по рекомендации также огородников, и хочу сегодня ее применить, называется аллерин, сейчас я вас познакомлю с ней, написано лечение, профилактика грибных заболеваний, овощных, цветочно-декоративных плодово-ягодных культур, фитофтороз, мучнистая роса, черная ножка и другие, значит, если написано фитофтороз, нам это средство подходит, гарантирует получение экологически чистой продукции, восстанавливает полезную микрофлору почвы и не вызывает привыкания у возбудителей заболеваний, это очень важно. Если вы хотите вырастить урожай без химии, ну или с минимальным применением, то достичь этой цели вам помогут вот такие современные биопрепараты для защиты растений от болезней. Везде, ну как, везде на них указано, что они безопасны для человека, животных, рыб, пчел, идеальны при выращивании овощей и фруктов для детей и для людей преклонного возраста, с таким уже пониженным иммунитетом. Применяется в период, весь период вегетации, даже в плодоношении, не накапливаются, можно обработать в этот же день, потом помыть и скушать фрукт, например, или овощ. Эффективно предотвращают возникновение и развитие болезней. Идеально для профилактических вот таких обработок. Кроме этого, они способствуют увеличению содержания витаминов в продукции и повышают её качество, именно лёжкость. Снимают токсичность почвы после применения химическими пестицидами и восстанавливают микрофлору. Для того, чтобы обработать томаты, вот здесь есть подробная инструкция для всего. Таблетки. Способы нормы применения. Необходимое количество таблеток растворить в небольшом количестве воды перед применением опрыскиватель. Встряхнуть. Жидкость для опрыскивания использовать в тот же день. Более подробная. Так описание. Ну вот, мне нужны томаты, овощную культуру. Фитофторос. 10 таблеток на 10 литров воды. Можно обработать 100 квадратов. 100 квадратов это 4 моих теплицы. Значит, я беру в 4 раза меньше. Не 10 таблеток, а 2,5. Развожу в 2,5 литров воды. И написано, опрыскивание в период начала бутонизации плодоношения. Томаты. Вот значит, у меня сейчас как раз начало бутонизации плодоношения. Какие-то у меня с бутонами, какие-то цветут, какие-то уже завязали плоды. Это как раз то, что нужно. Вот всего 2,5 таблеточки на 2,5 литра. Буду опрыскивание делать вечером. Но единственный недостаток, который указывают производители, это то, что таблеточки, вот я разрезала, чтобы вам показать, то, что таблеточки плохо держат свою форму. Потому что препарат очень рыхлый. И видите, там уже как бы, как сказать, такой уже порошочек. Я уже когда взяла, на ощупь было видно, что они не все цельные, что они немножко уже покрошились. Ну, буду брать пока целые, какие есть. А остальные буду как-нибудь там разводить. Ну, высчитать все равно можно, сколько там останется. Я знаю, что всего их там 20 таблеток. Все. Вот про этот препарат. Он подойдет именно тем, кто хочет вырастить экологически чистую продукцию без применения агрохимии. Конечно, если осенью, например, я увижу у себя вспышку фитофторы, если все-таки заболевание как-то подкрадется, придет, естественно, я буду обрабатывать или бордоской смесью, или хомом, потому что она убивает сразу же, в тот же день, все грибки. Но пока для профилактических обработок, чтобы как можно больше, по минимуму, вносить фабричных вот этих вот агрохимических веществ, я буду обрабатывать биопрепаратами. Таким же биопрепаратом можно обработать, у кого нет аллерина, фитоспорин. Пожалуйста, первую обработку можно начинать сразу после высадки, через неделю, через две. Сроки у каждого индивидуальные, но если вы увидите, что у вас уже висят на томатах завязи, обрабатывайте, пожалуйста, сразу. Не тяните, не ждите, когда появятся на листьях темные пятнышки. Все. С вами была Ольга Чернова. Это фитофтора, борьба с фитофторой, биопрепаратами, чтобы вырастить экологически чистые продукты. Продолжение следует... Продолжение следует...